Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришина, совершенно удивительная новость для меня, я прочитал, я сначала не совсем понял, для чего это делается. В России хотят запретить шипованную резину, хотя по идее все перебываются как раз на зимний период, потому что гололедица, снег и так далее, шипы все-таки препятствуют возникновению аварийных ситуаций на дороге. Ну, мне кажется, с этим никто спорить не будет, что на шипованной резине все-таки безопаснее ездить зимой, нежели чем не на шипованной. Ну, это очевидно и понятно, даже не эксперт, но тем не менее, послушайте, я вник в статью и понял, в чем смысл. Депутат Госдумы говорит, что, в общем-то говоря, в некоторых регионах России, в частности в центральных регионах, не особо-то и нужна шипованная резина. Он прям так и говорит, не особо-то и нужна. Значит, заявляет, что шипованная резина в центральных регионах России не особо-то и нужна. Депутат Госдумы говорит об этом Александр Васильев. По его словам, шипы на покрышках необходимы там, где мало асфальтированных дорог или очень много снега. Парламентарий добавил, что вопрос запрета шипов должен решаться местными властями. То есть на местном уровне нужно запрещать, он говорит, шипованную резину, но именно местные власти должны это решать. Противники говорят, что сделать это очень сложно в российских реалиях, потому что областей много, площадь страны большая, едет машина, например, пересекая несколько климатических зон. Как быть? Он едет, где много снега, где мало снега. Ему что, перебываться, что ли, что делать? Но весь вопрос в том, что вопрос возможного запрета на шипованную резину поднимался неоднократно. Единой точки зрения областей по поводу этого нет. Вот что говорит Александр Васильев, депутат Государственной Думы. Я считаю, что какой-то сверх необходимость для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Значит, по его словам, полный мораторий на всю страну депутат не считается лесообразным. Однако ведется активное обсуждение вопроса о введении запрета в отдельных субъектах федерации. Ну, к примеру, в Москве. Значит, российские водители, вот что он говорит, российские водители любят шипованную резину, поскольку она стоит дешевле других зимних аналогов. При этом ездят на ней не только зимой и так далее. Крошку там выбивают, дорогу портят. Значит, в Минтрансе в феврале 2020 года заявили, что увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным. Значит, из-за транзитных, как я уже сказал, транзитных автомобилей. Значит, и самое интересное вот здесь. Каждый год власти Российской Федерации, говорят, расходуют из бюджета на восстановление дорожного покрытия от 60 до 220 миллиардов рублей. Говорится в материале со ссылкой на данные Росдорнии. Значит, на ремонт колейности, который чаще всего возникает из-за шипов именно, ежегодно уходит 53 миллиарда. Сообщили в Российском университете транспорта. Значит, большая часть экспертов по дорожному строительству поддержали предложение ввести дополнительные ограничения для водителей, использующих шипованные покрышки. Значит, сейчас, напоминаю, на зимней резине с железными шипами, что мы ездим в зимний сезон с декабря по февраль на протяжении всего лета использование шипованной резины запрещается. Значит, то есть, понимаете, да? Сэкономить надо. А как сэкономить? Шипованную резину или запретить в некоторых регионах. Или, соответственно, ввести какие-то ограничения. Но вы понимаете, противники говорят, что это, значит, увеличит аварийность. Безусловно, увеличит аварийность. Потому что едет человек, какая-то гололедица, еще что-то. Если он не нашипован на резине, именно шипы, так сказать, обеспечивают отсутствие, так сказать, аварийных ситуаций. Сейчас, конечно, много разных аналогов и так далее, но шипы это проверено. Компания, например, госкомпания «Автодор», занимающаяся платными дорогами, предлагает ввести штраф и разрешить регионам самостоятельно определять период использования шипованной резины. Поскольку климатические условия по всей стране отличаются. Значит, кроме того, предлагает создать систему автоматической идентификации шипованных автомобилей. Опять, то есть, мы говорим о персональных данных, вот в зюбах, что случилось и так далее. И здесь, кроме того, предлагает создать систему автоматической идентификации шипованных автомобилей. Для этого рекомендуют вернуть обязательный для таких машин знак, значит, ША в треугольнике шипы. В МВД идею вернуть штрафы за нарушение правил принятия шин поддержали, конечно, еще штрафы дополнительно, это всегда хорошо. Значит, однако добавили в ведомстве, остается проблема с грузовыми автомобилями, автобусами. Они круглый год ездят на летней резине. Штрафуйте их за летнюю. На летнюю можно? Можно. Штраф все равно с тебя. Значит, что я хочу сказать? Все дело в том, что, конечно, я думаю, что все-таки это уменьшает аварийность, но дороги чинить, понимаете? Чинить дороги платные, особенно вот платная трасса, длительная, так сказать, и все, колейность возникает, вот сколько миллиардов тратят. А так колейности не будет. Ну, не дай бог биться будут сильнее. Не знаю, может быть, есть люди, более понимающие в этом. Напишите, пожалуйста, что думаете об этом поводу. Может быть, сейчас уже какие-то, конечно, аналоги есть, так сказать, не шипованной резины, да, именно на зимний период, без шипов, да, липучка там и так далее. Но не знаю, насколько действительно все, можете соревноваться с шипами. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ребят. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы сейчас с вами находимся, на канал саморазвития Будда Гришна Лайф. Добавляйтесь в инстаграм, Будда Гришна, нижнее подчеркение official. Всем пока, ребят, до встречи.